МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мимо графика, когда горячая вода поступит в дома балхашцев? В течение двух дней, я думаю, все наладится, все окончательно. На повороте семь человек доставили в больницу после ДТП по дороге в микрорайон Тонрад. Предварительная веногика является водителем МОЗ-23-7. Воздушный рейд. В Балхаш приехали областные экологи. Спецкоманда в течение месяца будет выяснять, какая организация загрязняет воздух, выбрасывая вредные вещества. По зафиксированным данным уличных лабораторий Казгидромет, не считая тяжелые металлы, больше всего загрязняют городской воздух пыль, диоксид серы и азота и сероводород. По последнему виду газа с апреля этого года зарегистрировано 48 случаев высокого и 15 случаев экстремально высокого загрязнения воздуха. Месяц назад по тревожному сигналу эксперты уже приезжали на плановую проверку и привлекли к ответственности корпорацию Казахмаз. Но по словам специалистов, не только эта организация выбрасывает вредные вещества в воздух, поэтому проверки пройдут в комплексном режиме. И первые в списке бывшая компания Абамитлс, нынешняя монополия ССА. Ревизия будет проходить месяц. Предприятия, кто здесь есть? Вот, пожалуйста, Казахмаз, Смолтинглис предприятия, три источника, три трубы. И Абамитлс, как у монополия. Возможно, вот эти две организации, от них могут быть вот эти превышения ПДКТ после ревизии. Пока у меня такое заключение, но в рамках проверки, я думаю, мы все это выясним. Мы хотим еще Казгидромет сюда подключить, чтобы они со своим гранком дополнительно пришли по санитарно-защитной зоне каждого предприятия, посмотрите на превышение ПДКТ. СССР и наши инспекторы, пожалуйста, всегда на любую вашу... Погода в доме. Город на 99% готов к сезону холодов. Лично проверил каждый объект ответственный за тепло заместителя Акима Нурлан Мажитов. Подробности у Виктории Буханцевой. К подаче готовы. Так отрапортовали городские коммунальщики. Каждая служба отчиталась заместителю Акима. Около 8,5 тысяч метров изношенных труб заменили. Насосы и электродвигатели прочистили и перебрали. А в каждом доме установили общедомовые счетчики тепла. На момент 100% наладки еще пока нет. Так или больше нет? То есть, к началу сезона они не заработали, но буквально через месяц. И мы сегодня у нас начнем с 1 октября. В октябре мы предъявляем по счетчику не будем. Но уже с ноября мы планируем полностью завершить работу и по счетчикам предъявляем. От слов к делу. После отчетных лекций вице-глава города лично проверил все объекты. Первая под ревизию попала самая большая из трех насосных станций. Сюда вода поступает с ТЭЦ и распределяется между четырьмя микрорайонами и кварталом Сванкулова. Здесь находятся четыре насоса. Все насосы полностью отревизированы. Как видите, они вот от приема уже готовы. По словам властей, конрадцам можно не бояться зимы. Хотя новая котельная в районе в этом году не появится, к началу холодов в старой закончат установку двух котлов. Первый запустят уже к 10 октября. Второй будет готов до 20-го. Правда, ради тепла в доме придется чем-то жертвовать. В текущем году мы проводим капитальный ремонт двух котлов, переводим их на паровой режим полностью. Каждый котел будет выдавать по 6 гкал в час. Если ранее было горячее водоснабжение, в отопительный сезон, то сейчас мы применим закрытую схему. Потому что если будет горячее водоснабжение, отбор воды, то в целом мы не сможем дать нормальные параметры теплоснабжения. Напоследок заглянули и главному производителю тепла в городе. На Банхашской ТЭЦ готовиться к новому отопительному сезону начали еще в апреле. Сейчас работы практически завершили. Снабжать горячей водой трубы и батареи будут два котла. Остальные пять – резерв. Мы в воскресенье, то все свои пристанционные коллектора, те, которые мы ремонтировали, мы опрессуем. Те дефекты, которые выйдут, чтобы мы в понедельник уже их подобрали. И в конечном итоге, к первому числу, ТЭЦ будет готово к подаче и горячей воды. И если в этом будет необходимость, по указу нашего Акима, мы можем подать и циркуляцию. На город это отопление батареи. Но желанное отопление может дойти не до всех. В городе 54 дома, которые задолжали за тепло от 300 тысяч до полутора миллионов тенге. Причем у десятка многоэтажек сумма долга перевалила за шестизначное число. Поэтому коммунальщики предупреждают, чтобы не замерзнуть, лучше заплатить по счетам. Виктория Буханцева, Илья Стукибеков, Оркин. Обещанного три года ждут, а в нашем случае три дня. Коммунальщики уверяли, что 1 октября вернут Балхашцам горячую воду. Но на данный момент в большинстве экранов все еще пусто. В ТЭЦ ответили, что воду и отопление дали еще вчера. А нужную температуру в 60 градусов установили сегодня утром. Работники сужил утранс. Тепло к домам доставили. Теперь очередь за КСК. Но коммунальные службы отстали от графика. Именно они должны пустить воду в квартиры. Сейчас успели подключить к магистралям только школы, детские сады и 17-й квартал. На остальные больше чем из пяти сотен домов уйдет около трех дней. Тепло сетевую воду с давлением 6 килограмм. Температура 60 сейчас. По нашей заявке сейчас подойдет нужную нам подзающую воду. Сейчас везде по всем квартальным магистральным сетям везде задвижки все открыты. Трубопроводы все заполнены. Сейчас осталось только в КСК принимать, запускать дома. В течение двух-три дней, я думаю, все наладится, все окончательно. Вкладчикам тенговых депозитов продлили сроки подачи заявлений на компенсацию. Оформить документы нужно до 1 декабря. Напомним, после девальвации национальной валютой власти республики приняли решение возместить некоторым вкладчикам курсовую разницу. Гражданам, чьи деньги хранились в банках второго уровня или в ООК с почта, обязательно в тенге и не больше одного миллиона должны были подать заявку на компенсацию до 1 октября. Сейчас срок продлили на два месяца. До 1 декабря владельцам депозитов нужно обратиться в банк для его переоформления. План против старения, чтобы обеспечить населению солидного возраста жизнь в безопасных и достойных условиях. 33 года назад 1 октября придумали праздник – День пожилых людей. От всей души поздравляю вас с праздником. Хочу, чтобы у вас было много-много здоровья, желаю вам. Чтобы у вас была жизненная энергия, которая позволяла бы учить молодых людей жизни. Одну из первых принимала поздравления труженица ТЭЛа, ветеран труда, крановщица со стажем в 30 лет Раиса Файзрахманова. Обладательница нескромных званий несколько дней назад отметила свой 85-летний юбилей. На застолье к двойному событию прибыл Аким города с подарками. К обязательным презентам букету цветов и открытки добавилась мультиварка. В долгу виновница торжества не осталось и ответила всем горячими пожеланиями. Я пожелаю всем прожить, как я. Чтобы они прожили 85 лет, чтобы дети были образцованы, с высшим образованием. В этот день принимали поздравления больше 10 тысяч балхажцев. Местные организации помогали в этом властям. На дом к ветеранам, долгожителям, пенсионерам доставили открытки, некоторым подарки в конвертах. Других пригласили на праздничный до старханый музыкальный вечер. От имени городского отдела внутренних дел мы поздравили женщину, педагога, которая более 40 лет проработала в образовании. Еще поздравили еще 9. В Балхаше стартовал сезон осеннего призыва в армию. В декабре больше 100 новобранцев пополнит ряды защитников Родины. Некоторые только получили повестку в военкомат. Остальные уже ждут вердикта от врачей. Подробнее в следующем материале. Мадиар Тулегин – один из тех, кто получил привет из военкомата. На приглашение положено ответить личным визитом. С раннего утра выпускник колледжа отправится на ковер военной комиссии. Впереди медосмотр, если повезет служба. После колледжа еще не устроился на работу. Наверное, не зря мне пора в армию. Я уже думал об этом. Я бы хотел в национальную гвардию. Уже отмеченные занимают очереди в медицинские кабинеты. Нужно пройти десяток специалистов, чтобы получить окончательный вердикт. За день только половине желающих удается получить врачебное одобрение. Сердце, почки, желудки. Все нормально. Желающих много в этом году. Очень много. По медицине многие попадают в основу. Акты дают. Акт проходит. Если все нормально, мы их призываем. Если нет, отсрочку даем. Лечение в дальнейшем. После местной комиссии 15 октября призывники поедут на областную проверку. И только потом можно думать, где служить. Болхажцев направят в национальную гвардию и пограничные зоны. В этом году в городе насчитывается больше 200 призывников. Сотни из них уедут в армию. Это осенью. И о происшествиях. Дорога в больницу. Семь человек пострадали в ДТП на трассе в микрорайон Кунрад. Две машины на повороте не уступили друг другу проезд. В автомобиль «Жигули», который выезжал на дорогу со стороны кладбища «Жумагул», въехала легковушка «Део». В ее салоне находились двое человек. С переломом шеи и ушибом грудной клетки водителя и пассажира доставили в больницу. Пострадали еще пять человек с машины марки ВАЗ-2107. Различные переломы получили трехлетний ребенок и хозяин авто. С тяжелыми травмами в отделение реанимации попали две женщины и трехмесячный мальчик. Предварительно виновник является водитель ВАЗ-2107, который выезжает с процесса лучшей дороги. Не уступил дорогу автомобилю марки «Део», который двигался со стороны Кунрада в сторону города Балхаш. В настоящее время двое женщин и один ребенок находятся в реанимации города Балхаш. Полицейские разыскивают предположительного убийцу 26-летней жительницы Балхаша. Тело Гульшат Чулеевой нашли в водосточной трубе, проходящей под дорожным полотном трассы Алматы-Екатеринбург. Уроженка республики Туркменистан работала в одном из придорожных кафе. В мае этого года в 11 километрах поселка Гульшат нашли ее труп с признаками насильственной смерти. По словам полицейских, женщину изнасиловали и задушили. Уже почти пять месяцев правоохранители ищут подозреваемого в убийстве. Составлен фоторобот. Это мужчина в возрасте 22-25 лет, среднего телосложения, с овальной формой лица, прямым носом, узкими глазами и губами. На левой руке в области большого и указательного пальца имеется татуировка в виде точки. Со слов очевидцев, в последнее время подозреваемый часто общался с Гульшат Чулеевой и посещал ее работу. Смерть наступила в результате механической асфекции. Преступление до настоящего времени не раскрыто. В связи с тем, жители Балхарш, знающих, имеющих какую-либо информацию по данному факту, просим обратиться по телефону 102-80-701-037-21-273 или 21-284. В Балхаше началась вакцинация против кори. Подростки от 15 до 19 лет начали получать препараты. У врачей главная миссия, чтобы каждый пациент получил прививку без всяких последствий. Перед прививкой несколько обязательных процедур. Измерение температуры, давления и опрос о перенесенных заболеваниях. Если все показательные в норме, путь к вакцине открыт. Если есть признаки простуды, то укол стоит отложить. Есть абсолютные показания и преминые противопоказания. К преминым относятся острые заболевания. Например, грипп, обыкновение овероза, фарингит. И все острые состояния, которые пациентам есть, это все называется временем. Этим пациентам делаем пока временно, не будем делать, пока до полного выздоровления. Когда выздоровеет, опять можно сделать. Только за первые часы работы прививки получили 7 человек. И каждый чувствует себя хорошо. Никаких побочных эффектов физических и психологических замечено не было. За этим в течение получаса после вакцинации следят медсестры в комнате ожидания. До прививки присутствовало некое волнение. Но когда начали делать уже прививку, было очень много докторов. И они дали уверенность. Я думал, что все пройдет хорошо. Так и случилось. Не было никаких осложнений после прививки. Я себя хорошо чувствую. Дополнительную иммунизацию против кори будут проводить до 17 октября. Сегодня около 800 учеников уже привили. По плану вакцину должны получить почти 3800 подростков от 15 до 19 лет. Правда, согласия на нее пока дали не все. Около двух сотен человек еще сомневаются в ее безопасности. Но специалисты успокаивают. Со стороны психологии у детей никаких расстройств не наблюдалось. Все вели себя адекватно. Не было страха перед уколом и после. 30 минут они сидели под нашим наблюдением. Потом все пошли на уроки. Рыбное новоселье. В озеро Балхаш выпустили почти 240 тысяч двухгодовалых карпов и сигалеток. Местные промышленники восстанавливают запас обитателей водоема. В операции возрождения объединились сразу четыре рыбодобывающие фирмы. В сумме они потратили около 2 миллионов тенге, чтобы закупить 237 тысяч сигалеток карпа. Рыбную молоть выращивали в специальных прудах при температуре 0 градусов. Потребуется некоторое время, чтобы 20-сантиметровые мальки освоились в озере. По словам специалистов, в холодных условиях возможности озерной фауны адаптироваться возрастают. Те места, которые мы планировали, они не дали возможность. Было там волнение. При больших волнах мальки, которые еще не приспособлены к дикой природе, они могут быть отшнурованы, откиданы на берег и будут большие потери. Поэтому совместно с рыбинспекцией Балхарской нашли тихий канал, имеющий затишье, окруженный камышами. Вода здесь температурный режим соответствует. Кроме мальков в озеро выпустили еще полторы тысячи двухгодовалой породистой рыбы. Зеркальные чешуйчатые карпы отличаются от других выносливостью и высокой выживаемостью. Ведь приживается на новом месте примерно только 20% эмигрированной рыбы. До конца осени еще шесть промысловых фирм должны пополнить рыбный запас озера. Как мы видим, это у нас зеркальный карп, двухгодовики. Пожалуйста, зеркальный карп, карп амурский. Пожалуйста, крупный. Вся рыба привезена из караганинского рыбопитомника и зарубляется водоем для пополнения рыбных запасов. У нас, получается, пользователи занимаются промысловым рыболовством. Они не только занимаются им, но и, соответственно, занимаются, естественно, воспроизводством. Мир без границ. Социальный проект Балхашского объединения «Олькенжурек» стал лучшим в области. Теперь программа по реабилитации детей-инвалидов вышла на республиканский конкурс. На отборе в Караганде нашему центру удалось обойти 8 конкурентов. Ролик о его работе признали лучшим и отправили на суд общеказахстанского жюри. Победителей определит электронное голосование, которое стартовало еще вчера. Чтобы поддержать наших кандидатов, нужно зайти на сайт Министерства здравоохранения www.mzsr.gov.kz и выбрать вкладку «Голосую за лучший социальный проект». Сейчас участники из Балхаша с проектом «Алтенсарк Рома» на 8 месте. Проект, который до середины октября выберет большинство, получит грант на свою реализацию. Поддержите нас, поддержите наш проект. Нам это очень нужно. Призовой фонд на республиканском конкурсе – это будет выделение грантов на реализацию малых социально значимых проектов. В социальных сетях, в Фейсбуке, в Одноклассниках, ВКонтакте и в Моем мире есть страничка «Улкен Журек» и это страничка нашей организации. Там есть ссылка, по которой… Полет фантазии. Балхашские авиаконструкторы покорили карагандинское небо. На конкурсе воздушных змеев наши школьники стали лучшими в трех номинациях. Коробчатый парусник и орел. С такими экземплярами выступали местные мастера. Все от схемы и разработки деталей до сборки мальчики делали сами. Главное условие конкурса – надписи имен героев Великой Отечественной войны на конструкциях. Среди семи команд области Балхашская сборная из трех человек заняла третье место. И каждого из состава отметили в номинациях. Самым креативным стал парусник Алтая Бекижанова. Звание героического странника получил Дамир Айгалей самым большим на конкурсе коробчатым змеем. Властелином небес признали орла Ильи Одина. Было очень интересно. Участники были сильные. У всех воздушные змеи были красивые. Но у нас самые яркие и сложные. Когда я запускал своего змея, мне поставили хорошие оценки и я выиграл. Очень понравился змей команды из Сарай. Мистер Олимпия. Два серебра привез местный пауэрлифтер Алексей Федяев с двух престижных соревнований в Америке. До золота спортсмену не хватило всего 20 килограммов. Первая награда досталась Балхашцу на международном турнире по культуризму «Мистер Олимпия», который проводится уже в 50-й раз. Но казахстанцы на нем дебютировали. Среди пятерки первопроходцев двухкратный чемпион мира по пауэрлифтингу Алексей Федяев. В жиме лежа он выполнил три подхода. На втором поднял 270 килограммов. Этот результат принес спортсмену серебряную медаль. Первое место досталось россиянину. С таким же успехом Балхашец выступил на другом большом соревновании в Лас-Вегасе. На чемпионате мира по пауэрлифтингу и жиму штанги без экипировки Алексей Федяев поднял 270 килограммов и выиграл второе место. Олимпия – это такой турнир. Из Казахстана мы первопроходцы на этом. Еще никто не принимал участие. Из России было пару ребят за все время. Мы сейчас попали из Казахстана туда. На этот турнир, чтобы попасть, надо предварительно отбор пройти. Потому что было всего пять человек у нас, участников. Но это пять человек, ребята, которые уже все чемпионы мира в своих федерациях. Так что борьба была среди лучших. В то время засветился Арнольд Шварценеггер. Выступал другие звезды бодибилдинга, фитнеса. Также ребята с боев без правил там участвовали. Ну а другие спортсмены лишь на пути к звездным победам. Три кикбоксера стали призерами республиканского турнира среди подростков от 11 до 15 лет. Спортсмены привезли из Тараза одно серебро и две бронзы. Это дебютный турнир для болхарской команды. 11-летний Нурадиль Алпыспаев, областной призер на республике в весе 42 килограмма, провел три встречи. Две из них закончились победой, а в последней он проиграл со счетом 3-0. Этот турнир научил меня многому. Чуть-чуть не хватило до первого места, нужно было готовиться побольше. Бронзовая медаль соревнования в весе 45 килограммов досталась Алишеру Абельгазы. С таким же результатом вернулся домой Адиджан Тойшибай в весе 39 килограммов. Напоследок краткий обзор важных событий страны и мира. Какие цели бомбят воздушные силы России в Сирии? Уйдет ли в отставку глава Нацбанка Кайрат Килимбетов? Какой гонорар получили футболисты Астаны? И какую казахстанскую интернет-звезду пригласили на шоу Андрея Малахова? Об этом расскажет Виктория Буханцева. В цель. Россия начала военные действия в Сирии после того, как Совет Федерации дал согласие президенту Путину. Авиаудары стартовали в среду по 12 объектам исламского государства. Но повстанцы, которые противостоят и армии Асада, и боевикам ИГИЛ, заявляют, что именно они стали целью налета. Информацию о потерях среди гражданского населения пока никто не подтвердил. На своем месте Кайрат Килимбетов пока не собирается покидать свой пост. Слухи о его отставке, которые появились на днях в СМИ, опроверг Национальный банк республики. Сейчас главный финансист страны работает в прежнем режиме. Победная ничья полмиллиона евро получат игроки футбольной команды «Астана» за матч с турецким «Галатасараем», который вышел не совсем стандартным. Игра отличилась тремя автоголами. Дважды отправили мяч в свои ворота защитники турецкого клуба и один раз казахстанского. В итоге счет был равным 2-2. Обе команды набрали свои первые очки в Лиге чемпионов текущего года. Звезда Казнета МС Сайлаубек снялся в программе Андрея Малахова «Пусть говорят». Модный рэпер из Атырау стал героем программы из цикла «Автор жет». Казахстанский исполнитель выступил со своими песнями на непонятном языке. Российские рэперы Натана и МС Дони по достоинству оценили его шаг. 13 октября телеканал Уркин Медиа отмечает свой седьмой день рождения. Мы предлагаем поучаствовать в конкурсе на лучшие четверостишие о нашем канале. Работы на казахском и русском языках принимаются до 10 октября в нашей группе ВКонтакте по электронному адресу info.urkinmedia.kz или в офисе по улице Сейфулина, дом 13. Победители ждут призы и подарки от нас и наших партнеров. И на этом у меня все. Следующую порцию новостей получите в понедельник в 20.15. До свидания.